МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, это мой вот папа. Только война, я знаю, и всё. После войны они пришли. Тут года написано, 42-й, 43-й. А здесь, видишь, совсем не видно. Вот, и всё выцвел, только проверены военные цензуры. Тогда открытки, письма все проверялись. Если где какой, в город не нужен, и написано, его зачеркивали. Время пришло. Прабабушка Агния показывает Даниилу самой ценной семейной реликвии. Они всю жизнь были с ней рядом. Это открытки её отца с фронта. До дыр зачитанные, наизусть выученные. Здравствуйте, моя многоуважаемая дочка Агния Фёдоровна. Шлю я свой пламенный привет и пожелаю всего хорошего в молодой вашей жизни, а также в учёбе. Открытку получил, которую послали мне чистую, и бумагу получил. Писать сейчас у меня есть на чём. До свидания. Жму крепко вашу руку, ваш папа Фёдор Степанович. Она была немногим старше Даниила, когда папа Фёдор Степанович ушёл на фронт. Война стала одним, общим знаменателем для всех, кто остался дома. Ждать и верить, что обязательно вернётся. Она не помнит родителей вместе. Такая жизнь была, что каждый трудился от заката до рассвета. А вместе, кажется, и не были вовсе. Жили в Свердловской области, папа был щитоводом в колхозе, мама на ферме. Она доярка работала на ферме, а он опять в конторе. Так что только вот перед войной всю зиму они гуляли с семьями. Вот сегодня в воскресенье у вас гуляет, следующее в воскресенье у другого гуляет. Вот только я их тогда и видела вместе. А он только в дверь заходит, я бегу, он меня на ноги ставит и вот так до стола тащит. Так, наверное, хорошо относился. И это самое яркое воспоминание о папе. Шла война. В 1943 году Агния заканчивает четвёртый класс и сразу работать пошла. Вечек пошла. И волкоз также был искал, и вечек. И как же вы так, не боялись, что ли? А мы тогда от никого не боялись. Я не знаю, сколько мы спали. Вот сейчас вот думаю, 12 лет спать ещё надо. Выгоняли, ещё солнышка нету. Пригоняли, солнышко закатится в поле, мы только домой гнали. Придём по одной из тех пересчетам. Тогда домой идём. Сколько спали? Три-четыре часа. Я всё лето проходила. Ну, и за это меня колхоз вот благодарил. Овечку вот такую дали. Волков много было. И в основном они всё где-то из-за меня выходили. Потому что они, наверное, меня за овечку считали. К Дусе они никогда не выходили. Всё где-то с моей стороны. Но я закричу за ним, бегу чуть за хвост, не ловлю, внимания не обращают. Пока Дусе не увидит, как Дусе увидит, так в сторону. История, как из фильма ужаса. Это для современников. А для детей войны – просто такое военное детство. Вспоминает, как всё лето трудились в поле, а зимой – в няньках. А ещё ребятишки в крутые морозы ездили в лес на заготовку дров. 43-44 сильно холодные были. Мы знали, что нам надо в лес. Мы уже на разнарядку не ходили. Пила в руки и пошёл. С нами одна женщина была. У нас человек шесть было немного. А так и много-то уж не было никого. Чуть постарше, то хвостовод, то чё. А мы вот такие, которые никуда. Пришли, столько березу тут свалили. Её вот на такие щепки разломало всю. Она говорит, ребята, пошли домой. Шли на холодно. И тогда мы все оморозились. Я ноги ослабила. Кто руки, кто коленки, кто лицо. И это... Вот с той поры у меня всё пальцы болят. Зато, когда взяли в садик, это как подарок. Агнии Фёдоровне тогда было 13 лет. И уже воспитатель. Её самому маленькому подопечному было всего два года. Старшему 9 лет. Нас заведующая послала. Ей было 18 лет. А мне 13. Вот. С такими детьми нас оставляли. Она говорит, идите за горохом в поле. Мы пошли. Эти большие-то бегут вперёд, а годов четырёх со мной. Набрали гороху обратно. Они опять убежали вперёд большие-то. А мы пока выползём из гороху-то. Они кричат, мы червяка большого нашли. Но я поняла, что это змея. Но я и тогда сама их путём не видала ещё. А потом подошли, я говорю, не трогайте, она кусаться. Они не уходят. Я говорю, тогда дайте палку. Они мне вот такую яичку притащили вот с такими двумя хвостиками. Ну, что делать-то? Приходится ей хлестать. А они уж её загнали в колею. Вот я била, била, её захлестала. Ну, всё, пошли домой. Они круг встали, не уходят. Взяла змея же хвост через плечо и пошли. И они же, она, они же бегут, тётя, всем у змеи несем. Она, я вас со змеи не пущу. Но раз меня не пускать, то они слизко мне послезли. И какая неописуемая радость ворвалась в дом, когда отец пришёл в отпуск после ранения. У него пальцы были перебиты, они как-то вот такие вот были. Вот так как-то вот в этих местах-то вот в суставах-то скорченные. Вот он тут вот фотографировался после этого. Три дня дома-то побыл и уехал обратно. Это 42-й год был, а в 43-м то уж в августе он погиб. То, что погиб, стало известно только спустя 70 с лишним лет. А до этого Фёдор Дудин считался пропавшим без вести. Когда его жена стала хлопотать пенсию, в военкомате сообщили. А она не поверила. Бабушка вот всё говорила маме. Я вперёд тебя его увижу. Ты ведь на работе, а он придёт, а я дома. Ждали. И мама даже певать не давала. Я уже без мамы. Мамы не стало. Маме это 13 лет было, вот 2-го то числа, как она умерла. Я уже отпила его без мамы. Она не давала отпевать. Он живой, что ты будешь отпевать его. Его ждали в 45-м, после. Вернулись домой с фонда единицы. Фёдора Степановича среди них, конечно, не было. У нас 160 дворов было. В каждом дворе ушло по мужику. В трёх даже с сыновьями. А вернулось 8 человек. Так что встречать было никого. Первый вот мамень дядя вернулся. Так его встречали и всем колхозом. А он год не прожил, умер. Туберкулёз был у него. А там уже так приходили, приходили, приходили. Оставаться никто не оставался. Поэтому, наверное, колхоз нас стал встречать. Уходили из колхоза. А потом, после войны, жизнь стала как-то налаживаться. Агния выросла, вышла замуж. Дочь Наталья появилась. Жили как все. А когда здоровье стало подводить, переехала в Елутровское село Старый Ковдык в семью дочери. Прадедушку знали все. Его помнили и не теряли надежды. Мы росли с ней, с бабушкой. И, конечно, она рассказывала нам, и память была. И она не считала его погибшим. Она всё-таки считала, что он живой. Что где-то как-то он... Ну, в общем, она не считала его погибшим. Считала всегда живым. И мы всегда знали, что он где-то, наверное, есть. Ну и вот искали потом историю уже сейчас. Конечно, если бы это было раньше, может быть, что-то бы можно было найти. И у неё бы было каких-то больше воспоминаний. Мы знали. И совсем недавно, когда появился сайт «Подвиг народа», озадачились. Ну, может быть, хоть что-нибудь о деде смогут узнать. Известно лишь было то, что он рядовой. Как выяснилось позже, информация не точная. Мы нашли вот этот приказ уже, сведения. Очень много рассекречено сведений. Очень много, значит, ксерокопий там размещено. И мы узнали, что ему было присвоено звание младшего сержанта. Что когда ему была награда, он уже был в звании младшего сержанта. И сам подвиг, что он обеспечил бесперебойную связь во время кровопролитных боёв. Но сведений, что он погиб, так мы и не нашли. Сведений только, что он без вести пропал. И там же мы узнали, что он первое ранение получил в финскую войну. То есть родные считали, что финская война сама по себе была очень короткая. И он отсутствовал дома примерно полгода, как вот мама помнит. Что совсем недолго зимой вот он был и пришёл. И всё, и пришёл, пришёл, все рады. А первое ранение он получил во время финской войны. И второе ранение, вот это было тоже в приказах, мы нашли, что второе ранение он получил во время Великой Отечественной войны. А каких-то данных о гибели мы всё-таки так и не нашли. Вот и осталась от Фёдора Дудина скупая информация. До войны работал с щитоводом, на фронт забрали, когда ему был 31 год, что он очень любил дочку, при любой возможности отправлял ей открытки. Поражал его такой вот чёткий почерк. У нас ни у кого в семье такого почерка больше не сохранилось. У мамы некрасивый почерк, у меня некрасивый почерк. Вот только у деда у нас получился такой красивый почерк. И только в 2016-м стало известно, что в 1943 году радист Фёдор Дудин был удостоен самой почётной солдатской награды – медали за отвагу. За обеспечение бесперебойной связи в кровопролитных боях на Курской дуге. Там и сложил свою голову. Дочери героя вручили награду, и она стала ещё одной семейной реликвией, как и открытки с фронта. Дети Агнии Фёдоровны тоже часто их перебирали, говорят, тянула какая-то неведомая сила. Это ведь из какого-то странного, другого, далёкого и неизвестного прошлого. А теперь всё стало на свои места. И уже проправнукам не нужно объяснять, как это пропал без вести. Погиб, защищая нашу страну. Самое главное, наверное, было сам факт того, что какое-то чувство благодарности может быть вообще общее, что мы сумели найти вот это, что нашли награду, что получили какие-то сведения дополнительно. Не то, что как гордость, во-первых. Ну и, может быть, чувство какой-то и печали тоже было. Вот только супруга Фёдора Дудина так и не дожила до этого момента истины. Не узнала, что супруг погиб, защищая родину. И самое главное, что не зря. Те воины многого не успели сделать за свою короткую жизнь. Вот и медали некоторые не успели получить. Зато потомки, праправнуки, их знают, их помнят, ими гордятся. И очень хочется верить, что расскажут о подвиге предков своим детям. В маленькой ручке цветы у мальчишки. Он этот букетик на мрамор положит. Не может войну помнить этот малышка. Однако забыть его тоже не может. Как позабыть, если мир подарили? Те, для кого он принёс свой букет. Цветы возложил мальчик братской могиле. Людям планету, спасшим от бед. За то, чтоб любили, за то, чтоб играли. Спокойные сны, чтобы видеть могли. За то, чтобы дети войны не видали. Бороться обязаны люди земли.